Всем привет, ребят! Всем привет! Нахожусь я до сих пор еще в Санкт-Петербурге, вот приехал к Ильюхе посмотреть, что они тут ваяют, как они делают. Ну просто интересно было, потому что все смотрите, да, все же знаете, что вот эти вот тачки, ну реально как-то уже, Ильюха, это... Мне кажется, уже все знают. Знаешь, уже, по-моему, я надо сказать, я еще это в детстве. У нас реально сейчас в комментариях, мне кажется, надо объявлять конкурс, потому что люди пишут историю о том, что произошло в их жизни за два года. Пока мы с вами, то есть парень пишет, я успел переехать в другую страну, устроиться на работу, уволиться, расстаться. Один женился, дети родились, другой в армии уже отслужил, учебу закончил. У нас весело здесь, у них, у ребят здесь весело. Ну вот, приехали на все это посмотреть, посмотрели, все отлично, все здорово, на самом деле все двигается, все хорошо, пускай и медленно. И ребята, в общем, так это все понравилось, они так внимательно ходили, это все изучали, задавали столько вопросов. А где вы взяли киткар комплект? А что так? А что эдак? И в общем, у нас появилась такая идея с ребятами бросить гараж 54 вызов, чтобы они тоже попробовали сделать нечто подобное. И у нас есть подходящие детали для того, чтобы это сделать. То, что у нас осталось от Porsche Boxster, абсолютно весь внешний вид этого автомобиля. И мы решили предложить ребятам собрать Porsche Boxster там на Жиге или на Запорожце. Не знаю, что найдем, на то мы соберем, короче. И знаете, что самое интересное? Блин, мы на это дело подписались, но вы в курсе? Мы делаем все быстро. Да. Быстро, четко. И в общем, у нас будет такой небольшой как бы... Соревновательный челлендж, да. Короче, Люку надо ускорить, да. Мотивационный. Да, мотивировать его. Ну и самим, конечно, тоже будет очень интересно этим позаниматься. Поэтому... Я думаю, что сейчас стоит подняться наверх, посмотреть на детали, рассказать про них. И уже сделать какие-то прогнозы. Пойдемте, прогнались. И вот что у нас есть. Да, в общем, да, смотри. Полностью колеса, полностью фары, фонари, раскладная крыша, которую придется полностью разбираться в механизме, спойлер, который выезжает, вот так вот опускается, багажники, капоты, бампера, крылья, в общем, все, что надо. Есть все решетки сразу же, и все друг к другу подходит и встает по зазорам. Поэтому, конечно, вам будет гораздо проще. И я надеюсь, что вы реально сможете справиться с этой задачей недели за две такой плотной работы. Ну вот, мне кажется, это реально, потому что все друг в друга подходит и вставляется. Все должно получиться. Но это все равно не так просто. Я знаю, я чувствую, что у нас тоже скоро будет в комментариях, где Пош, блин, я уже школу закончил, институт почти закончил. Ой, блин, ну будем... Все, теперь сразу начинаются мысли донор. Какой донор? Да, 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 да. Девять машину, потому что чем больше она будет не подходить, тем сложнее. Сложнее, конечно. Ну теперь будем что, бегать по городу с рулеткой, все дачки мерить? Ребята, в общем, контент на гараж 54 заканчивается, все. Это мы, знаете, типа подложили минус замедленного действия сейчас ребятам. Да. Убираем конкурентов, да? Типа тихоньку, да. Года на два, да? Сейчас еще поедем к академику дадим, да, чего-нибудь. Сейчас сегодня будет. На самом деле все просто. Осталось нам все это дело собрать. Раз мы готовы на это дело, все, подписались. Все это дело мы аккуратненько упакуем, да? Да, уедем в транспортную. А дальше уже... Да, а ты там уже перекрестись и скажешь, ну давайте, ребята, занимайтесь. Я прям сразу просто внимательно начинаю следить за всеми выпусками, которые выходят по этому проекту, потому что наконец-то это будет происходить у других, а не у нас. Ну, Илюха, спасибо тебе огромное. Да, удачи. За такую заботу. Да все. Теперь, друзья мои, на двух каналах будет происходить это в их канале. Да, ну а мы полетели домой. Ну вот, ребята, прошло три недели и наконец-то раздался тот долгожданный звонок с транспортной компанией. Приехала, короче, к нам... Приехал к нам Порш по запчастям. Ну и пока мы едем, ребят, хотел бы вам рассказать про вот такой вот новенький телефон. Он, в принципе, так и называется. Яндекс.Телефон. Это современный телефон, который уже изначально приспособен для российского рынка. На нем уже установлены все самые популярные приложения, поэтому дополнительно ничего устанавливать не нужно. Также у него очень простое голосовое управление через Алису. Алиса это лучший голосовой помощник для русскоязычных пользователей. Создатели телефона очень постарались сделать так, чтобы с ней было очень удобно общаться. Слушай, Алиса. Построй маршрут до транспортной компании «Энергия». Нашла вот такие маршруты до «Энергии». Отлично. Поехали. А кроме того, ребят, телефон очень хорошо и долго держит зарядку. Так что вы не останетесь без навигатора, даже если забыли зарядку. Также с Алисой можно поиграть в города, попросить ее найти ближайшую заправку, ну или просто поболтать. Что, кстати, очень весело. Алиса очень хорошо запоминает привычки пользователей. Например, если вы ездите каждый день в 8 утра на работу, то она спокойно может предложить вам включить там «Яндекс.Музыку». Также подскажет погоду с «Яндекс.Погоды» и сообщит, сколько вам ехать до работы по навигатору. Так что всего лишь за 13 990 мы получаем очень простой и очень удобный смартфон на «Андроиде», который будет очень полезен водителям. Ребят, а знаете, что самое интересное? Я так подумал. Ну вот этот телефон, он явно важнее кому-то из вас. Поэтому, ребят, давайте мы его, наверное, тоже разыграем. Ну и, как всегда, условия розыгрыша у нас будут очень простые. Нужно что сделать? Нужно пройти в наш Инстаграм, подписаться на наш аккаунт и под постом с розыгрышем этого телефона отметить трех своих друзей. В принципе, все на самом деле очень просто и ждать, когда состоится розыгрыш в нашем Инстаграм-аккаунте, ну, в прямом эфире кому-то он достанется из вас. Ну и, конечно же, ссылочку на наш Инстаграм я оставлю в описании. Приехала первая коробка, ребят, а их, говорят, таких четыре. 190 килограмм общий вес, так, и как мы, ну, боком как-то, лежа, наверное, в газельку вошла. Приехали колесики, смотрите, они тоже упакованы, блин, все встречи, конечно, блин, замотано на это хорошо, но в любом случае упаковка все немножко болтается, поэтому надо будет разбирать все это дело смотреть. Значок, значок, значок. Красивый значок. Ну вот, ребята, все получилось. Вот такая посылочка, которая пришла нам в Санкт-Петербург, все вот так вот скидали, ну, выглядит примерно это все вот так вот, начали думать, на какой автомобиль все это лепить. В общем, решение пришло само собой. А есть такая тачка крутая, вот такая вот, помните, да, вот это вот, мою турбо-кочергу с двигателем 0.7 Turbo, которая валит вообще просто дичайше. Эта тачка полностью переварена, все сделано, подготовлено. Теперь все, что мы делали, придется нафиг отрезать от нее и вот этот кузов одеть именно вот на вот эту платформу. То есть база у нас будет конкретно Жигулевская. Спасибо, конечно, большое Илье, спасибо Роману, спасибо Егору, то, что они озадачили нас вот таким вот моментом. Хотя вот они строят Ламбу, да, строят свою Феррари уже сколько серий, уже на самом деле дети выросли. Да и я, по-моему, еще в школу ходил, когда начинал их не первой серии смотреть. Ну и у нас такое теперь будет маленькое такое соревнование. Кто быстрее все-таки что-нибудь доделает. И чтобы не пропустить, что будет дальше, обязательно смотрите, подписывайтесь, комментируйте, что-нибудь предлагайте, ставьте лайки. Ну все, пока. Продолжение следует...